Общественная дискуссия по развитию серебряного волонтерства прошла в Наринмаре. Серебряные волонтеры – это люди старше 55 лет, объединившиеся на почве добровольчества. В России это движение достаточно популярно. Существует отдельная федеральная программа «Молодой душой». Люди высокого возраста объединяются, чтобы помогать окружающим, участвуют в различных проектах и акциях. В Ненецком округе первая официальная добровольческая организация серебряных волонтеров появилась в марте этого года. Главная цель сегодняшнего семинара – рассказать людям высокого возраста о том, что они востребованы. Их помощь может быть полезной во многих направлениях. В Ненецком округе направление серебряного волонтерства пока еще не получило массового развития. На сегодняшний день в клубе добровольцев старшего возраста официально состоит 15 человек. Еще около полусотни пенсионеров всегда присоединяются к добровольческим акциям, но пока не определились с конкретным направлением. Сейчас задача их объединить, запланировать совместные проекты и акции. Их объединить, чтобы они могли совместные какие-то более крупные, может быть, мероприятия, акции, проекты проводить у нас в регионе. Для того, чтобы просто населению показать, что у нас есть такие люди, может быть, кто-то тоже захочет к ним присоединиться. Поделиться опытом в области серебряного волонтерства в Наринмар приехала Юлия Мальцева, директор некоммерческой организации «Социальная адаптация пожилых людей серебряный возраст из Санкт-Петербурга». В ее регионе пенсионеры активно участвуют в добровольческих проектах, принося пользу другим и помогая себе. «Это социальное волонтерство, помощь пожилым, помощь работы в детских домах, работа, соответственно, с людьми с ограниченными возможностями. Это культурное волонтерство. В Петербурге большое количество, например, музеев. У нас есть возможность работать в музеях в качестве арт-медиаторов. Это экологическое волонтерство, это волонтеры Победы, волонтеры-медики. То есть направление большое количество». По словам Юлии Мальцевой, одна из основных задач – объединить волонтеров с тех возрастов в большие проекты. «Потому что их помощь востребована независимо от количества прожитых лет». «Наша задача – как раз-таки доказать обществу и многим организаторам мероприятий, что не в зависимости от возраста человек может участвовать, человек способен делать также активно проекты». Участие в общественной дискуссии приняли представители законодательной власти региона. «Примите искренние слова благодарности за ваши добрые поступки, опять же за вашу нестекаемую энергию, которую вы дарите другим людям. Они вам её возвращают, и у вас становится энергии ещё больше». Общественная дискуссия проходила два дня в рамках информационно-образовательного проекта «Доброволец НАУ», который получил грант «Росмолодёжи». Его автор – Дарья Русакович. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север».